Всегда полезно знать, с кем разговариваешь. Меня зовут Андрей Помилов, и с последних 26 лет, 17, я живо и работал за границей. Именно там, работая бок о бок с заграничными учеными, инженерами и менеджерами, я накопил тот опыт, который позволил мне понять, какой огромной силой и мощности образования нам дают в воздух России. Чтобы лучше понять, кто я с моим русским образованием на западном рынке инженерной рабочей силы, чтобы находить наилучшую работу в тех странах, где я жил, 13 лет назад я занялся сравнительным анализом калибров высшего технического образования в России и за границей. Я делал это для себя, а последние 4 года я публикую книги на эту тему. Мой личный опыт работы инженером, ученым и менеджером в хай-тек-компаниях и университетах Канады, Америки и Израиля, я писал в своей книге «Сколько стоит российский инженер?», а все технические подробности сравнения калибров современного высшего технического образования в конкретных университетах России, Америки, Англии и Европы, вы найдете в моих книгах, опубликованных на сайтах Amazon и Smashwords. До работы за границей мне довелось 12 лет проработать в научно-исследовательских институтах России, еще в Советском Союзе, и получить степень кандидата в физмат наук. По специальности я инженер, физик и прикладной математик в области микро-, радио- и оптоэлектроники. В свое время я закончил Московский физико-технический институт и аспирантуру институт радиотехники и электроники Академии наук. Последние 6 лет я жил в основном в России и работал в российских и иностранных хай-тек-компаниях внутри Российской Федерации. Ну вот, а теперь к делу. За 250 лет существования высшего образования в России никто так и не сделал реального сравнения учебных программ российских вузов и заграничных университетов. Никто и никогда. Никто не опубликовал такого справочника, никто не написал такой книги, никто не создал такого информационного ресурса. Казалось бы, прежде чем что-то говорить вообще о том, где находится российское высшее образование по отношению к заграничному, сам Бог велел сравнить учебные программы. Ведь может оказаться, что заграничные учебные программы просто детский сад по сравнению с российскими. А может оказаться наоборот. Кто знает? Надо просто взять и посмотреть. Однако за 250 лет высшего образования в России никто так и не сделал этой работы. Мы с вами будем первыми. И прямо здесь, прямо сейчас мы посмотрим, что именно изучают наши заграничные коллеги по тем же специальностям. В каком объеме и на каком уровне. И вот тогда мы сможем вынести решение. Поехали. Прежде чем мы приступим к анализу конкретных примеров, я хочу напомнить о двух вещах, которые почему-то ускользают от внимания всех, кто пытается сравнивать образование в России и заграницей. Во-первых, математика, она и в Африке математика. В России почему-то думают, что если вы изучаете какой-либо курс в России и заграницей, то заграницей это совершенно другой курс. Совершенно какая-то другая, например, математика. другая какая-то особенная физика, другая какая-то особенная химия, другая какая-то особенная биология, другое какое-то особенное программирование и другая какая-то особенная электроника. Дорогие мои, вы ошибаетесь. За много сотен лет существования университетской системы она очень сильно стандартизировалась и унифицировалась. И поэтому, если вы изучаете какой-то курс с одним и тем же названием «В России и за границей», то с очень большей вероятностью этот курс содержит один и тот же набор тем, один и тот же набор примеров, один и тот же набор задач и даже один и тот же набор вопросов на экзаменах. И в этом прелесть науки. Она никак не связана с национальными особенностями стран, где эта наука преподается. Второй важный момент — время обучения значит. Количество часов занятий, да, имеет большое значение. Если вы учились 11 лет в школе и у вас было всего по 2 45-минутных урока в день, это одно образование. А если вы учились 11 лет в школе и у вас было по 7 45-минутных уроков в день, то это, как ни крути, совсем другое образование. Ну и маленький штрих. Тот факт, что вы получили свое образование бесплатно, как большинство простоязычных носителей высшего образования, вовсе не означает, что это образование было чем-то хуже, чем то, которое вы получали бы за деньги. Конечно, за деньги. Если бы вы заплатили 25 миллионов за свое образование, вы бы очень сильно старались, чтобы получить и усвоить все то, что вам дают. Но об этом отдельный разговор. А теперь давайте перейдем к конкретным примерам. И, как вы уже помните, я сравниваю 4-летние программы обучения, программы обучения первых 4-х лет в российских вузах с программами 9 лет обучения, первых 9 лет обучения в заграничных университетах. Ну просто потому, что по своему калибру, по своему объему программы российских вузов, ну просто там в несколько раз больше программ обучения по той же самой специальности за тот же самый срок в граничных университетах. Поэтому за тот же самый срок нет смысла сравнивать программу. И я сравниваю программу 4-х лет обучения в российских вузах с 9-летними программами обучения в заграничных университетах, которые включают, эти 9-летние программы включают в себя, как правило, программу бакалавра, плюс программу мастера, плюс программу доктора или инженера. Ну, потом объясню, чем инженеры отличаются от доктора. Но инженеры это та же самая третья университетская степень, одинаковая мощность со степенью доктора. Она следует за степенью мастера, то есть магистра. И вот во всех этих своих сравнениях, например, вот здесь показана программа обучения в MIT. Она показана в следующих координатах. Здесь по горизонтали отложено количество часов тренинга по физике. Вот размер вот этого параллелепипеда в этом направлении. Это количество часов тренинга по физике. Каждую деление 25 часов тренинга, то есть часов занятий. По вот этому направлению каждый параллелепипед имеет размер, равный количеству часов тренинга по математике. Ну и по вертикали каждый параллелепипед имеет размер, равный количеству часов тренинга. По инженерным дисциплинам и в данном случае по электронике. По электронике, информатике и инженерным дисциплинам. И вот, сравнивая так программы российских вузов, МГУ, Бауманки тоже, с ограниченными университетами, я как-то пропустил МФТИ. И у меня такое чувство вины, потому что сам я учился в МФТИ, и сам я начинал вообще сравнительный анализ программ обучения в российских вузах и в изграничных университетах, именно с пары МФТИ-МИТ. Я, конечно же, в первую очередь взял свой факультет в МФТИ, свою специальность, ту программу обучения, которую изучил я в свое время. Взял четырехлетнюю часть этой программы. Ну, конечно же, взял современную программу. Не ту 40 лет назад, которую я изучал. Но, поверьте мне, та программа, которую изучал я 40 лет назад в МФТИ, она на 80% совпадает с той программой, которую сейчас изучают по той же самой специальности в МФТИ на факультете физической и квантовой электроники. Вот это FFKE. Где-то FFKE. Ой, нет, где-то здесь есть FFKE. Но даже не написано. Ну, ладно. Вот это факультет физической и квантовой электроники. Это факультет FFKE. Так или иначе, сейчас я собираюсь быстренько показать результаты сравнительного анализа, результаты сравнения программ обучения по специальности электроника в МФТИ и в Московском физико-техническом институте. Если говорить более конкретно, я беру свой факультет, факультет физической и квантовой электроники FFKE. Я беру 4-летнюю программу обучения на этом факультете, современную. Хорошо, прощение. Современную программу обучения. И вот в этих осях подготовка по физике, подготовка по математике, подготовка по информатике и электронике эта программа выглядит вот таким образом. Если на той же самой шкале показать программу 4-х лет обучения в MIT на степень бакалавра, то она выглядит вот так. Вот это парклепипед. Если затем добавить проучиться еще 2 года и добавить к учебной программе бакалавра еще и учебную программу мастера, то результат будет выглядеть вот так. То есть это весь тренинг бакалавра плюс мастера в осях подготовка тренинг по физике, тренинг по математике, тренинг по информатике и специальным дисциплинам, таким как электроника, общеинженерные дисциплины и информатика, и компьютерные науки. Ну а далее, сами догадывайтесь, следующий парклепипед это суммарная подготовка, суммарный учебный план, 9-летний учебный план бакалавра плюс мастера инженерии по электронике плюс доктора электроники в Массачусетском технологическом институте. Вот оно, MIT. Ну и следующая программа это самая большая учебная программа, которая только есть по электронике в MIT. Это программа инженера по электронике. Она заведомо, ну в данном конкретном случае, она включает в себя учебную программу доктора, и она больше учебной программы доктора. Ну так получается, что инженер, в отличие от доктора, изучает больше предметов, больше курсов, больше учится, меньше делает исследовательской работы, то есть у него более скромный заключительный проект, нежели докторские тезисы. Но, тем не менее, подготовка у него, учебная подготовка у него самая большая, которая только возможна в рамках всех возможных степеней в MIT. В данном случае я выбрал подготовку, такую программу бакалавра, мастера, доктора и инженера, что они максимально близко соответствуют специальности, то есть специальности, которую я взял в МФТИ. А именно, это моя специальность, у которой когда-то давно учился я, по которой до сих пор готовят в МФТИ, а именно, это специальность микро, радио и опт-электроника. И вот по этой специальности соотношение калибров, объемов учебных программ, объемов тренинга, именно такое. Вот это 4 года в МФТИ, на ФФК, ну а вот это 9 лет в MIT. Когда я рассказываю об этом, я стараюсь делать надписи еще и по-русски, для того, чтобы вы не могли прочитать. Ну и вот здесь я еще раз дополнительно показываю для тех, кто не читает по-английски. Вот это программа бакалавра, 4 года подготовки. Это 6 лет подготовки бакалавра плюс магистр. Это 9 лет подготовки бакалавр плюс мастер, или магистр, плюс доктор. А это 9 лет подготовки инженер. Бакалавр плюс мастер, плюс инженер. Ну а это первые 4 года подготовки. Вот я здесь написал ФФК, факультет физической и квантовой электроники. Вот такая картинка. Эта картинка часто у меня в других презентациях мелькает, поэтому я хочу, чтобы вы хорошо знали, что это такое. Это мой родной факультет, моя родная специальность. Первые четыре года подготовки в МФТИ на факультете физической квадратной электроники в сравнении со всеми возможными калибрами подготовки в MIT. Вот так. Разобрались. Ну вот, а теперь, искупая чувство вины перед своим факультетом, я займусь анализом содержания этих учебных программ. Потому что вот калибр мы уже увидели, да? Тренинг по физике, тренинг по математике, тренинг по электронике и информатике. А что там внутри в этих программах? Что внутри этой математики, что внутри этой физики, что внутри этих инженерных дисциплин электроники и информатики? Давайте сравним уже конкретно в курс к курсу, что там внутри у MIT-шных программ и что внутри у физиковских программ. О, чтобы далеко не ходить, сразу к делу. Что это такое? На первом плане первый ряд, первый ряд столбиков – это программа 9 лет обучения на инженера в MIT. По той самой специальности, о которой я сказал. Аналогичней специальности МФТИ, то есть микро- радиоэлектроника. Ну, в мое время это называлось микроэлектроникой, сейчас это называется нано- радиоэлектроника. Каждый столбик имеет высоту, это количество часов тренинга, то есть количество часов занятий по этой дисциплине. Ну и задний ряд – это те курсы, которые изучаются на 4-летней программе. В МФТИ, на факультете физической кванателектроники, на специальности микро- радиоэлектроника. Пардон, нано- радиоэлектроник. Программа МФТИ взята 2013 года, но, насколько я вижу, сегодня, в 2019 году, она фактически не изменилась. А программа MIT взята за период 2005-2013 годы, тоже она фактически… Сегодня она немножко изменилась, но вот в то время, в те 8 лет, 2005-2013, она фактически не изменилась. Давайте посмотрим немножко, помелькаем дальше, и я потом уже подробнее объясню, что это такое. Еще раз, передний план – это курсы, которые изучаются в МФТИ. Задний ряд – это курсы, которые изучаются в МФТИ. Я растянул, мне пришлось растянуть курсы, которые изучаются в МФТИ за 4 года, на всю шкалу 20 семестров, или сколько там, 18 семестров, пардон. На всю шкалу 9 лет обучения. В МФТИ система устроена так. Вот эти курсы, которые черненькие, это курсы, соответствуют программе бакалавра. Они изучаются в течение 8 семестров. Потом, в течение 3-4 семестров изучаются, кому как повезет, изучаются вот эти курсы, зелененькие, там вот еще один зелененький затисался. Это программа мастера. А потом, на протяжении следующих 3 лет, соответственно, 6 семестров, изучается учебная программа доктора, это синенькие курсы. Или инженера, это синенькие плюс красненькие. Таким образом, здесь немножко не в масштабе, программа бакалавра занимает больше половины шкалы здесь, а программа мастера плюс доктора занимает 40%. Но, простите мне эту маленькую неточность, в общем, вы меня уже поняли, что вот это черные курсы здесь, это 8 семестров программы бакалавра, это 4 семестра программы мастера, это 6 семестров программы доктора или инженера. Вот, то есть мастер плюс доктор вместе занимает 10 семестров примерно подготовка. Ну, а в МФТИ все то же самое проходится за 4 года, то есть за 8 семестров. Эти курсы, которые на заднем плане. Ну, понятно, да, чтобы было понятно, что есть что. Я немножко помолчу, отдохну и покажу вам небольшие мультфильники. Ну вот, а теперь давайте перейдем к более подробному рассмотрению. Откуда все это взялось? Откуда вообще взялись эти столбики? Давайте посмотрим более конкретно. Таблица сравнения курсов 4 лет подготовки в МФТИ и 9 лет подготовки в МФТИ. Вот она, красавица. Здесь, я понимаю, не очень хорошо видно. Я ее покажу более подробно в следующих слайдах. Но сейчас в общем и целом. С левой стороны это 9 лет подготовки в МФТИ. С правой стороны это 4 года подготовки в МФТИ. Список всех курсов, которые изучаются на 9 годах подготовки в МФТИ и на 4 годах подготовки в МФТИ. Я отсюда выкинул курсы гуманитарных по гуманитарным наукам, по иностранным языкам, по тем предметам, которые не имеют прямого отношения к инженерной специальности. Я ставил только физику, математику, информатику, электронику и общие инженерные дисциплины. Те курсы, которые имеют отношение к специальности. Выкинул, конечно, немного. То есть, ну, там есть 8 курсов еще гуманитарных, которые изучаются в MIT, на программе бакалавра. И есть еще, по-моему, 3-4 курса в МФТИ, которые тоже изучаются как гуманитарные предметы. Я их выкинул. Здесь покрашено так. Фиолетовый цвет – это математика, розовый цвет – это физика, желтенький – это электроника и информатика. Ну, давайте, может быть, посмотрим более подробно. О, нормально. Вот это первая часть. Вот это программа бакалавра. Это MIT. Бакалавр. Курсы, которые изучаются на этой программе бакалавра. Здесь справа курсы, которые из программы 4-х лет МФТИ, которые соответствуют каждому курсу, который изучается в MIT. Ну, мы видим, что в некоторых местах, таких, например, как начало высшей математики, одному курсу, который изучается по этой теме в MIT, соответствует несколько, вот в данном случае, там, 3 курса, которые изучаются по этой теме в МФТИ. В МФТИ, конечно, подготовка к математике существенно более серьезная, нежели в MIT. Ну, существенно, более серьезно. Вот это вторая часть, вторая половинка. Вот это конец бакалавра. Здесь начинается мастер. Здесь доктор. Докторская программа. И здесь та добавка, которая нужна для инженера. Вот звездочки. Здесь помечены два курса, которые не являются уже лишними. Они не являются обязательными для изучения. Программа инженера в MIT выполняется уже и без них. Ну, и вот тоже тут есть аналоги этих курсов. Вот в одном месте даже на такую тему, как прикладная квантовая статистическая физика. В данной программе, 9-летней программе MIT, изучается курс 1. А ему по содержанию, по этой теме, в МФТИ изучаются, ну, как минимум, 4 курса. Во всех остальных случаях, ну, как правило, вот здесь один к одному, соответственно. Например, там введение в численные методы. Ну, так оно и есть, численные методы. Давайте не будем задерживаться. Посмотрим еще раз. Вот эта табличка. Я просто взял вот эту табличку, которая здесь есть. Давайте возьмем, при нем, начало, вот эту всю табличку. Я ее положил на бок. Так что у меня теперь по оси, по горизонтальной оси будут названия курсов. А по вертикали я отложил там, соответственно, количество тренингов по каждому из этих курсов. У меня получилась вот такая картинка. Вот она, те самые столбики, которые вы уже видите. Вот здесь ленина алгебра затесалась среди курсов бакалавра. Но на самом деле ее изучают, она в данной конкретной программе, 9-летней программе MIT, она изучается на программе Master. Но, может быть, об этом я еще расскажу. А сейчас я немножко помолчу и опять покажу вам маленький мультфильм, чтобы было понятно. Да. Еще раз, это та же самая табличка. Может быть, даже более крупным планом. Да. Вторая часть более крупным планом, так чтобы было видно. Вот, можно убедиться. Окей, вот это в одиночестве стоит программа 9-летней обучения MIT. 8 семестров, 10 семестров. Это бакалавр. Это мастер плюс доктор плюс инженер. Да, вот они, красавчики. Ну, и теперь на заднем плане появляется МФТИ. В тех случаях, когда одному курсу MIT соответствует несколько курсов, которые изучаются в программе МФТИ на эту тему, я, естественно, образом суммирую тренинг по всем четырем курсам. Вот в данном случае по теме прикладная квантовая статистическая физика. В МФТИ изучаются четыре курса, вот их суммарный тренинг по этой теме. Показан вот этим большим ступиком. Ну что, дальше можно, да, более внимательно посмотреть на программочку еще раз. Этот зелененький здесь, я про него поздно вспомнил. Поэтому не было времени его переставлять сюда у мастера. Мне доставляет удовольствие показывать вот этот мультфильм. Я никогда не думал, что мне удастся сделать такое подробное сравнение. Вот, честно говоря, никогда не думал. Но получилось. Ну что ж. Ну, вот тут еще маленькая деталь. На самом деле, можно еще один курс изучить на программе мастера. Вот, и я тут взял, это будет максимальная программа мастера. Можно часть математического анализа отсюда взять и перебросить в программу мастера. Потому что здесь большой избыток по математическому анализу в программе 4-х лет обучения МФТИ. И я этот избыток просто перебросил как отдельный курс программы мастера. Ну, на самом деле, на самом деле, разница между... Ну да, на самом деле, никто не изучает вот так много курсов на программе мастера, как я здесь показал. Никто в MIT этого не делает. На самом деле, на программе мастера вот эти два курса, которые там вроде бы как обязаны изучить мастер, на самом деле, в программе MIT есть опция заменить их, так сказать, на практическую работу. Если вы будете работать на своего профессора, или если вы будете работать с помощником преподавателя, то вам вашу деятельность в качестве лаборанта, в качестве помощника-исследователя, в качестве помощника-преподавателя зачтут как работу, во-первых, то есть вам за это деньги будут платить, и из этих денег частично будет оплачена ваша учеба на программе мастера или магистера. А кроме того, вам эту деятельность зачтут еще как академический предикт, то есть вас освободят от изучения дополнительных двух курсов на программе мастера. Ну и поскольку подавляющее большинство студентов не платит из своего кармана за обучение, а делает именно так, работает на программе мастера в университете, и таким образом, во-первых, оплачивает свое обучение, а во-вторых, освобождается еще от изучения двух дополнительных курсов на программе мастера. Поэтому та программа мастера, которую я здесь показываю, это максимально возможная программа. Ну и, соответственно, программа инженера тоже. Потому что программа инженера по очкам, которые там суммируются, инженер должен набрать, включая свою программу мастера, какое-то определенное количество кредитных единиц, академического кредита. Но это детали, я думаю, вы даже не заметите разницы. Ну вот, вернулись к исходной картинке. Что меня здесь радует вообще, что бы я хотел подчеркнуть? Вот видно, что программа МФТИ, помимо того, что есть какое-то количество курсов в программе МФТИ, аналогов которых я не нашел вообще, в среде курсов, которые преподаются в МАИТИ, помимо этих курсов, те курсы, которые изучаются впрямую по аналогичным темам, по темам аналогичным тем, которые изучаются по этой специальности в МАИТИ, эти курсы в МФТИ имеют гораздо большее время тренинга. То есть на самом деле эти дисциплины в МФТИ изучаются более основательно. Ну вот, смотрите, по таким темам, как оптические сигналы прибора и системы, то есть, грубо говоря, опт электроника, по этой теме, ну, как минимум, втрое больше тренингов в программе МФТИ. Ну вот, по другой теме, например, такие, как продвинутые аналитические методы в науке и инженерии, это математические методы имеются в виду. По математическим методам, конечно, подготовка в МФТИ тоже раза в два с половиной больше. Ну вот, что там еще есть? Математические методы для инженеров еще дополнительные. Математические методы есть. Опять, по этой теме, ну, в МФТИ подготовка там в два с лишним раза больше. Вот, кроме того, подготовка по математике еще на программе Бакалавра в МФТИ тоже больше. Ну, то, что там подготовка по механике в МФТИ больше, я не считаю большим плюсом, потому что все-таки готовят электронщиков. Вот, что еще можно сказать? Ну, вот, на докторских курсах то же самое, превышение. По физике твердого тела больше тренингов в МФТИ. Как по первой части, так и по второй. То есть, суммарно в два раза больше. Вот, ну, и я уже говорил, по прикладной квантовой статистической физике, конечно, эти электронщики из МФТИ подготовлены гораздо сильнее. Что еще есть? Ну, там по мелочи. То есть, по математическим методам, как на программе Бакалавра, так и на программах доктора и инженера, подготовка у четырехлетних выпускников МФТИ существенно больше, чем у докторов и инженеров девяти лет обучения в МАИТИ. Ну, и кроме того, здесь есть еще дополнительный лишний курс, который можно тоже засчитать из программы четырехлет обучения в МФТИ. Этому курсу есть аналог среди курсов, которые преподаются в МАИТИ, но просто в данном случае уже как бы все требования выполнены. Все требования МАИТИ передним набором курсов выполнены. Все требования девятилетней учебной программы на инженера выполнены. И вот этот курс просто является лишним. Ну, как бы, не обязанного изучать человека, который учится в МАИТИ. А в четырехлетней программе МФТИ он стоит. Вот. Ну, ладно. Кажется, я искупил свои чувства вины и рассказал достаточно подробно про факультет физической квантовой электроники в МФТИ, про подготовку... Прошу прощения. Про подготовку электронщиков по специальности нано-радио-электроника в МФТИ и подготовку аналогичной специальности в МАИТИ. и показал, что четыре года подготовки в МФТИ с головой, как бы к овцу покрывают все требования девятилетней учебной программы МАИТИ по этой специальности. При всем при этом со значительным превышением в области подготовки по предметам высокого уровня, которые соответствуют уже докторской и инженерской части программы подготовки в МАИТИ. В области курсов высокого уровня докторских и инженерских превышение по времени тренинга у четырехлеток МФТИ над девятилетками МАИТИ примерно в два с половиной раза. В два с половиной раза. Ну и по математическим методам, как на программе бакалавра, так и на программе доктора и инженера превышение у четырехлеток МФТИ над девятилетками МАИТИ примерно в три раза. Вот такой расклад, девочки и мальчики. Спасибо за внимание. За 250 лет существования высшего образования в России никто так и не сделал реального сравнения учебных программ российских вузов и заграничных университетов. Никто и никогда. Никто не опубликовал такого справочника, никто не написал такой книги, никто не создал такого информационного ресурса, никто не выпустил даже брошюры на эту тему. За 250 лет. Казалось бы, прежде чем вообще рассуждать о том, где находится российское высшее образование по отношению к заграничному, ну сам Бог велел сравнить учебные программы. Ведь может оказаться, что заграничные учебные программы просто детский сад по сравнению с российскими. А может оказаться и наоборот. Кто знает? Надо просто взять и посмотреть. Но в России за 250 лет никто так и не сделал этой работы. Мы с вами будем первыми. И прямо здесь, прямо сейчас мы посмотрим, что именно изучают наши заграничные коллеги по тем же специальностям. В каком объеме и на каком уровне. И вот тогда мы сможем вынести решение. Поехали. Прежде чем мы приступим к конкретным примерам, я хочу напомнить о двух вещах, которые почему-то скользают от внимания большинства людей, которые пытаются сравнить образование в России и за границей. Во-первых, математика, она и в Африке математика. Почему-то многие в России считают, что те предметы, которые изучают...